Ну что, ребятки, всем привет! Мы наконец-то приветствуем вас в новой серии на нашем канале. Просим прощения за то, что давно не выходил контент, но, к сожалению, сейчас в нашей стране и в нашем городе межсезонье не так много дел, которых мы можем сделать, но все-таки одна тема, которую мы с Лехой запланировали, есть. Сейчас мы вам расскажем, что будет в этой серии. Усаживайтесь поудобнее, потому что будет очень много технического контента. Мы надеемся, что все получится. Начинаем! Сейчас мы дойдем до гаража, и там все подробно вам расскажем. Так, рассказываем вам маленькую предысторию. Значит, Сав, в конце прошлого сезона мы с Лехой устраивали последнюю катку. Это, соответственно, крайний видос на канале. И мы катались по реке Луги, и там была нереальная загвоздка, потому что мы в очередной раз ощутили, что супер неудобно каждый раз привозить два мотика на берег, там собирать, ставить лыжи, короче, все подготавливать. Это занимает кучу времени. И получается, тогда уже был короткий день, и, наверное, сколько мы, наверное, часа три, мы просто убили на то, что мы собираем, разбираем мотик. И в очередной раз мы ощутили, что супер неудобно каждый раз собирать и разбирать мотоциклы. На это уходит просто куча времени, которое можно было потратить на езду, на катку, там, не знаю, на что угодно, но только не на это. Короче, уже тогда у нас, в принципе, закралась мысль, что нам нужен второй прицеп по два мотоцикла, чтобы можно было заранее собрать два мотика в гараже, погрузить их на прицеп, привезти на берег, сгрузить и уже непосредственно заниматься... Быть готовыми к бою. Да, быть готовыми к бою и просто кататься, а не заниматься кручением гаек. Так вот, буквально, наверное, месяц назад мы с Лехой нашли прицеп. Вот так он выглядит. Это самый дешевый прицеп в этом сегменте. Прицеп самосвального типа, то есть у него получается двойная рама. Ну, в основном они используются для лодок, грубо говоря, ты заезжаешь в воду, поднимается вот эта часть на шарнирах, вот на этих, и сгружается лодка. По-моему, 44 тысячи он стоит с копейками, 44-400, по-моему. Для блогеров там скидка нам сделали. Короче говоря, приобрели вот такого бойца, от него сразу могу сказать, ничего не останется. Сейчас мы... Нет, что-то-то останется. Ну, что-то останется, ну, буквально вот чуть-чуть совсем. Очень важно, где-то останется. Мы уже с Лехой заказали металл, сейчас поедем заберем. Там получаются резанные части и трубы. В основном это трубы квадратные и нарезка из металла. Из этого будет собираться конструкция, мы будем сваривать. Короче говоря, ребят, веселая жизнь в этом гараже на месяц, на два нам точно обеспечена. Я надеюсь, что вы будете с нами, поддерживаете наш видос комментами и лайками. Мы начинаем. Надо сказать сразу, что мы подготовились достаточно хорошо. Здесь вот у нас уже чертежи того, что мы планируем сделать. Вот, естественно, мы заказали уже все мелкие детали, да, которые там будут использованы врезку. Сейчас поедем заберем на Кировский завод, потом сгоняем за трубами и будем начинать. Рассказывать все будем максимально подробно, потому что это интересный прицеп. Скажем, почему нам именно такой прицеп нужен. Потому что просто прицеп тут не подойдет. Мойтики с лыжами, они не заедут ни на какой трап. Задача сделать максимально низкий прицеп, чтобы на него можно было закатить эти мотоциклы. Основная фишка прицепа такая, что вот эта рама, которая сейчас находится здесь и умеет просто опускаться, она будет мало того, что иметь, грубо говоря, вот такой подъем. За счет этого она будет опускать вот эту часть основной рамы, за счет чего прицеп будет практически лежать. То есть не прицеп, а часть, на которой будет стоять мотоцикл, она практически будет в горизонте с землей, с поверхности. За счет этого будет не вот такая высота, как здесь сейчас, а будет практически вот здесь он находиться. И мотоциклы смогут, не цепляясь там вот лыжами нашими, да, заехать на этот прицеп. В общем, наглядно показываем, как это будет выглядеть, когда прицеп будет опущен. То есть платформа, на которой стоят мотоциклы, опускается максимально низко на землю. Есть небольшой закат, трап, и с него скатывается мотоцикл. В общем, ребят, пока не стемнело, мы промчали за металлом. Я думаю, что через 2-3 сюда вернемся и продолжим раскат. Такая вот сегодня погодочка у нас в Ленинградской области. Максимально, конечно, суровая зима в этом году, но кому-то нравится. Честно говоря, не мне. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, ребят, металл на месте. Короче говоря, мы начинаем к детям. А, вот они. Получаются у нас детали, которые с лазера. Мы забрали, как-то, в целый мешок. Резали мы их, соответственно, все по чертежам, которые у нас есть. Короче говоря, по факту, это такой небольшой конструктор, который нужно собрать. Конструктор для взрослых. Давайте я вам вкратце объясню вообще суть, чего мы будем делать. Сейчас мы будем разбирать этот прицеп. Начнем с разборки, потому что здесь на нем есть электрика, фонари. Это все нужно снять, это все нам сейчас не нужно. Этот прицеп, как и тот, который мы будем делать, состоит из двух частей. Первая часть, это основная рама, которая крепится через прицепную к тягачу. И вторая часть, это самосвальная часть. Здесь она самосвальная, там она у нас будет просто подниматься за счет определенного... За счет подъема ее, она нижняя часть, которая крепится к тягачу, будет опускаться. Да, там будет сложная рычажная система. Ну как сложно, не сложно. Ну, интересная рычажная система, за счет которой при подъеме вот этой части будет опускаться основная рамная часть, где будут стоять мотоциклы, и она будет опускаться к земле. вот значит сегодня задача разобрать прицеп все что нам не нужно убрать потому что места в гараже не очень много и начать делать часть которая крепится в тягачу погнали сейчас разложили чертежи смотрим на объем работы это может короче постройка прицепов какие-то хронологии чувствую вылиться потому что быстро построить не получится но я думаю что механическую часть но не механической вот эти рамы сварочной работы и вот это первичная как бы рама грубо говоря которая должна получиться ее мы сделаем я думаю что может за пару подходов там за тройку подходов а все остальное там еще есть лебедки потом есть шоссе мы хотим купить колеса еще прикольные на прицеп ну короче говоря есть определенный фронт работы которые пока что в необозримом короче говоря будущем каком-то но главное начать а там уже все будет хорошо вот эти треугольники которые я вырезал они чуть меньше а эти треугольники должны идти были на трап на выкат но поскольку мы делаем опускаем трап в таком варианте то нам соответственно вот эти треугольники не нужны ребят обратите внимание как сейчас делают прицепы это получается не знаю как назвать направляющая для лодки богем богем передаем вам наш пламенный привет делаете вы просто отвратительно прицепы процесс потихонечку идет сняли гуся уже нету одну направляешь сейчас снимаем вторую и будем вытаскивать вот эту электрику потому что во первых она нам скорее всего еще пригодится и ну не расчленить эти две части друг от друга пока не снять или короче снимаем электрику потом откручиваем раму от вот этой рамы с шасси и в принципе нам пока это рама с шасси не нужна мы просто в сторону уберем и будем работать только стой часть подвеска на прицепе стоит обычная ресорная с амортизаторами этой же системы и останется только здесь будет такой интересный рычаг через который будет происходить при подъеме рамы будут опускаться 2 металл мы купили такого же формата как и рама прицепа то есть это 60 на 40 60 на 40 до 50 на 50 для вот этих поперечных усилений поэтому в принципе все должно нормально срастись вроде как рассчитали именно столько сколько надо но так это куча слишком бог большая выглядит слишком много сейчас опять ставим болты на место обратите внимание вот вот это отверстие я бы даже назвал его дыркой она под совершенно другой болт как сделано очень непонятное решение заводу производителя как бы делать так честно говоря полный отстой продолжаем разбирать прицеп обратите внимание на вот эти так называемые лучше просто видимо здесь под другой кофе все это проектировался по нам просто молотком под вас ударили подогнули я думаю даже не в молотком а просто болтом притянули как она есть так и все на такой сумме так мы короче расследование разобрали наш нашего доллара выяснили что пока ни одна из этих частей не нужна сейчас будем делать основную раму на который будет крепится ставится мотоцикла это вот этот прямоугольник вот это этот треугольник будем делать позже из того же части в общем пока что у нас мозговой процесс уже идет пол дня и мы еще ничего не сделали вообще решили сошлись на том что вот здесь у нас должен это вот эта верхняя площадка где будут стоять мотоцикле здесь у нас должен еще стоять инструментальный ящик потому что без него неудобно сейчас и соответственно этот размер нужно немножко увеличить сантиметров на 20 в общем сейчас принято решение варить вот этот каркас квадратный начнем с него потому что уже лег надо уже хоть что-то начать на 4 часа прожило так что основной каркас мы напилили выстрелить на полу по уголкам сейчас приступаем к сварочным работам пока что у нас в распоряжении только электродный автомат сейчас поставим прихватки на сегодняшний день а потом возьмем полуавтомат и будем обваривать уже красивыми швами ящик получается 50 на метр и на 45 если 2 то 90 запасно сделать в общем решили с легкой сразу на будущее загадать и установить сюда инструментальный ящик он может быть один может быть конструкции сейчас пытаемся вот под него рассчитать место здесь будут такие конусные у нас соединители а так в принципе рама основная уже подварена то есть на все выставили все подварили но опять же повторяю что этим автоматом я варить не буду потому что он так чисто прихватить вот поэтому так на прихватки сейчас поставили обваривать будем чуть позже сейчас вымеряем по ящику потому что тоже неудобно все складировать в багажник охота чтобы все было в прицепе и соответственно сюда установим два ящика инструментальных и туда будем весь zip складывать если смотреть по чертежу то ящик будет примерно ну вот вот здесь вот стоит соответственно вот эта часть подъемная вот ящик будет здесь нужно рассчитать так чтобы когда подниматься будет вот эта часть так сказать чтоб она не мешала и не задевала есть ящик мы посмотрели у нас метр шириной 50 глубиной высотой там 35 45 вот для того чтобы нам здесь сварить все в углах я предлагаю сейчас выпилить эту поперечину эту поперечину чуть больше на нее спроецировать 2 укосины и тем самым выставить углы ну и плюс транспортир нам поможет ну что тем временем день плавно перетекает в ночь лёху мне что-то никак не выгнуть из гаража уже 10 часов вечера с детства люблю геометрия лёха пойдем завязываю утро вечера мудренее я думаю что на сегодня рабочий день на все-таки закончен завтра с самого утра приходим в гараж и продолжаем работать не переключайтесь шеф-повар что сегодня на завтрак яичница с сосисками вот это шикарнейши шикарнейши короче ребят день начинается сейчас быстро завтракаем и идем гараж сегодня ночью было около 15 градусов мороза это как-то так себе на улице я слышу лёха там уже что-то пилит лёха скажу чем еще сделаем мы продолжаем делать то что мы не сделали вчера а именно делаем переднюю часть нашего основного прицепа рамы основной наш расскажем почему угол надо пилить двух сторон и с двух сторон трубы потому что если пилить отпиливать угол только на одной трубе то площадь от пила площадь трубы не будет совпадать с ответной частью трубы то есть вот здесь если здесь у нас одно расстояние например там 43 44 миллиметра на прямой части у нас здесь 40 и метров соответственно 3 миллиметра или 5 миллиметров у тебя будет выступать и будет некрасиво поэтому угол пилится одинаковый точнее берется вымеряется угол делится пополам и половинка угла соответственно пилится с каждой стороны трубы вся пара за рта идет сразу видно что сегодня ночью морозит капитальный да сразу видно себя на улице так что ребят добро пожаловать во второй день постройки прицепа мы продолжаем так ну что основной каркас под заезд мотоцикла в принципе готов осталось его как я говорил обварить полуавтоматом промерили все углы транспортируем все четко все бьется получилось идеально ровно сейчас легкой думаем что делать дальше и решили но получается нам нужно шасси соединить с этим закатом сейчас будем видимо делать лег наверное будем делать шарнир ну да вот эту историю но мы начнем вот с этого элемента это вот этот элемент который соединяет на который крепится рессоры потом будем вычислять какое расстояние нам нужно основной рамы который будет под подъемный и будем заниматься второй рамой вот этой получается что нам нужно лег сейчас вот от этой рамы нужно соответственно вот эта балка и продольная да правда я понял мы сейчас снимаем шасси и отпиливаем вот эти все трубы поскольку они нам не нужны и выставляем шасси уже на наш на нашу раму смотрим какое расстояние и соответственно уже делаем крепежные отверстия шоссе держится на обычных стремянках сейчас получается откручиваем четыре стремянки и отпиливаем поперечины нет замер а вот отсюда от этой точки до края колеса плюс рыбать еще 10 метров 10 за у нас плюс обжиг больше и рам еще и равны 35 35 плюс 10 это будет 45 плюс еще колесо ширина сантиметров 7 это 52 сантиметра с одной стороны с одной стороны и того получаем метр 165 плюс метр вошли от печени на 265 члена что-то широковато получается атака слушаем так 2000 вот как раз мы будем видеть прицеп короче я думаю что вот этот амортизатор получается ребят что получается тоже что вот это расстояние она амортизатор она как бы его нужно будет прибавить сюда и это лишние 15 сантиметров который можно сэкономить если мы перенесем амортизатор сделан другое крепление сюда эксперимент и сюда получается мы сэкономим 15 сантиметров вот сейчас думаем как это правильно сделать потому что если оставить так общие длины сложить общую ширину прицепа получается уже больше 2 чем 3 метра около трех метров 280 и это честно говоря широковато по дорогам будет не очень удобно сейчас начинается самое интересное мозговой процесс и что-то пока просто мозги набекрень как бы чертежи есть все есть но когда начинаешь строить всегда что-то идет по-другому не так как на чертежах поэтому по ходу дела приходится экспериментировать его сейчас амортизаторами такая тоже ситуация которую мы не предвидели но я думаю что сейчас придумать то есть приблизительно сейчас мы сдвинули она будет вот так плюс все у нас будет поскольку больше колесо все будет сюда выбирать то есть понимаете да уже ширина вот уже гаража не хватает до стандартный прицепа он ведь у нас насколько короче даже он просто по факту по ширине вот нашей рамы в общем приняли решение отпилить все эти амортизаторы а дальше как будет все по классике короче сейчас нет время ломать голову сейчас просто снимаем разбираем отпиливаем эти кронштейны крепления потому что место нам это нужно а дальше уже как по ходу дела будем смотреть может быть сделаем здесь другие такие ушки для крепления амортизаторов ну и здесь переделаем под ними вот эти кронштейны и амортизатор у нас пойдет получается внутрянки внутрянки тем самым сэкономится место довольно таки много так ребята общем балку мы сняли сейчас получается отпиливаем поперечины и выставляем так как нам нужно ну и все соответственно штанга тут у нас образовалась и и мы распилим пополам просто для того чтобы пока что примерить ой в общем я предприказно понимаю что пока что вам нифига не понятно но пока что и пока что и нам еще не понятно ну что ребят вот эти две направляющие вместе с рессорами с двух сторон это принципе все что осталось от старого прицепа но речь собственно не об этом наконец-то настал тот этап где становится приблизительно понятно как эта система будет работать то есть вот эти направляющие у нас идут часть рамы на которой будет шасси крепится с разрезной балкой балка будет неоднородно она будет рычажная и когда будет происходить подъем основной рамы вот эта рама площадка будет опускаться то есть в принципе вот это положение то в котором будут грузиться мотоцикл и наконец-то все это становится более менее уже понятным эти части естественно будут удлиняться здесь пойдет вот такая рамка по периметру сейчас покажу как это выглядит на чертеже вот она соответственно сейчас мы занимаемся постройка вот этой части когда она поднимается наверх соответственно все вместе с крыльями поднимается вместе с ней за счет чего площадка через рычаги через рычажную систему мы сейчас чуть позже будем делать опускается вниз и можно будет закатить мочки то есть но идея основная идея в следующий этап нужно установить вот этот шарнир на котором будут осуществляться подъем второй части рамы сейчас этим займет а вот а а а а а а а по а а а к Первый поворот направо и там увидишь ворота. Сейчас я приехал в гаражи к своему племяннику. Он обладатель полуавтомата. Ленис, здорово. Что показывает? Еще, кстати, ты сможешь сказать, как там работать? Да. Я типа сварщик нулевого разряда, короче, на самом деле. Электродами варить немного умею, а полуавтоматом один раз варят на самом деле. Слушай, ну там на самом деле все просто, но есть плохие новости. Почему? Потому что у меня в баллоне 2% осталось. То есть надо заправить, да, сгонять будет? Короче, он 20 литровый. Короче, двадцаткой пользоваться удобно, а сороковку можно вот на соседней улице обменять. Но сороковка это баллон, который не вылезает в багажник. Не, ну подожди, двадцатку они тоже заправить могут? Да, но их не заправляют. Их все меняют. То есть их заправляют на каких-то там заводах по будням до 4-х. Короче, фиг найдешь и заправляют. Поэтому это как работает? Ты отдаешь свой баллон, платишь за газ, берешь точно такой же, только чужой. То есть сейчас у нас выход какой? Сейчас я беру баллон либо ищу завод, да? Я уже нашел, тебе поменяют его на сороковку. Но, соответственно, с сороковкой тебе будет неудобно гонять. Ну ничего страшного, ничего делать. Вот, я гоняю, но у меня это портовый день. У меня же тахо как бы. Разберемся, там уже труба двух с полнометровая лежит, если что. Короче, сейчас берем сварочник, тогда настраиваем его. Я попробую пару швов наложить. Аленич про контроль, и ты скажешь, что не так. Тут штука, она снимается, надевается таким легким поворотом. Ага. Соответственно, ее надо прыскать этим спреем, иначе туда налетают всякие вот эти шарики. Спре это мне тоже да, да? Давайте все там. Блин, сложняк какой-то. А? Сложняк. Да нет, короче. Короче, типа прочистил, да, попшикал, и она не прилипает. Она прилипает, но отваливается. То есть, если на крайняк взял круглый напильник, чуть-чуть пошелся, она отвалилась. Если не брызгать, она прямо, видишь, вот кто-то не побрызгал, видишь, она начинает прогорать. Ну и, соответственно, дальше уже контакт будет плохой. Если будешь менять эту штуку, самое главное, здесь зазор там 3-5 миллиметров. И не меньше, тогда ничего не будет прилипать, и все будет нормально вариться. Окей. У нас, короче, получается труба, а стенка 3 миллиметра. Смотри, здесь, если открыть дверцу, придется открывать эту дверцу. Тут вот прямо написаны рекомендованные настройки, они что-то типа универсально. Но они, соответственно, под нормальное напряжение в сети, если у тебя в гараже. А розетка, кстати, какая для него? Самая обычная. Да, обычная розетка. Понял. Вот, но он работает и от 160, но, соответственно, когда у тебя напряжение 160, то у тебя эти настройки будут плохо варить. Я понял. А ты можешь сразу просто тройку выставить? Да, могу. По таблице, потому что у нас одинаковый металл. Вот здесь ты выставляешь, соответственно, 18 где-то с половиной. И скорость, там вот пятерочка, да, где-то, ну вот так вот. Угу. Третья настройка, это у тебя индуктивность. То есть, вот так вот, это ее нету. Если ты хочешь более сильный провар, более широкий шов, ты ее, соответственно, добавляешь. Я понял. Ну, стандартная серединка. Слушай, а по баллону там же тоже давление сколько надо ставить? А, слушай, давление там настроено. А, то есть, уже стоит, да? Редуктор, получается, ты мне отдашь, да? Ну, и то есть... Да, 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 эти все отдашь. То есть, самое главное, открыть баллон до конца, потому что иначе он будет просто травить пыли. Короче, сейчас берем, видимо, третий металл 3 миллиметра и пробуем его сварить. Все, давай для начала не их сварим, а просто на плоскости попробуем швы. Понял. У тебя прикольная штука, кстати, магнитная. Слушай, она прикольная, но не на всем. Ну, зачищать надо, типа, под нее обязательно. Под нее надо зачищать, она классно на трубу становится. То есть, если ты ее так намагничиваешь, ну, если труба, естественно, побольше, типа, как шланг, она прям, как влетаясь. И так, когда ты ее на плоскость ставишь, видишь, такие прогарочки бывают. Из-за того, что не идеальная плоскость. Попробуй, наверное, для начала точками. Точками? Ну да. Просто. Просто, да. Рядышком. А каждый раз нажимать, да? Каждый раз нажимать. Каждый раз нажимать. Подольше. Это прям очень коротко. Вот. Вот здесь в конце уже более-менее пошло. Здесь мало. В конце более-менее, да. В начале... Мало держал просто. В начале, да. Ну, чуть-чуть просто дрожала рука. Угу. В принципе, по настройкам, по звуку это более или менее. Но вот этот звук, он должен быть еще более мягким. Поэтому, давай мы с тобой просто чуть-чуть уменьшим скорость подачи и чуть-чуть добавим напряжение. И просто не бойся, ты держи. То есть, это тройка, ничего страшного не произойдет. И угол мощновато. То есть, постарайся. Вот так? Да, да, да. Посильнее вот так наклонить. Ну, вот смотри, уже прям красивенько, аккуратненько. Когда будешь вести, это все-таки тройка. Мы не делали фаски. Вообще, хорошо было бы сделать заточечку на 45. И чтобы разводить. Да, разводи и неравномерно. А то есть, здесь держишь, серединку быстро прошел. Ага. Здесь получается так, 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 так. Вот так ты меньше. Вот, сейчас я что-нибудь возьму для наглядности. Да, он будет. То есть, вот ты здесь начал. Так. Держишь. Середину быстро прошел. Здесь опять держишь. Так. Потом опять середину быстро прошел. Держишь. А, я понял. То есть, такой как бы зигзагом. Зигзаг, да. Но самое главное, темп. То есть, не оставаться в середине надолго. Потому что это у тебя край. То есть, я начинаю сбоку, да. Потом иду сюда. Потом сюда. Потом сюда. Смотри. Ты еще будешь видеть саму лужу. Оранжевого. Угу. Самое главное, не попадать в ее середину. Угу. Потому что, как только ты попадешь в центр, она начнет брызгаться. И на руки, и рядом. В общем, будет не очень. Угу. То есть, если ты там начинаешь какие-то интересные движения, типа восьмерочку рисовать, еще что-то. Всегда эту лужу старайся обходить по краю. Ааа, смотри. Нормальный такой шов получился. Ладно, Ленич. Давай. Спасибо тебе. Успехов. Давай. Надеюсь, верну сварочник в целости и сохранности. Угу. 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 Короче, выяснили с Лехой, что у нас не хватает вот такой трубы. Там, в одну деталь подвески. Сейчас в ночи приехали. Леха сказал, что у него есть. Забрали. Сейчас будем грузить. Грузить будем в тачку. Кстати, многие спрашивают, нафига у меня такая большая тачка. Потому что, блин, в нее все влезает. Реально. Вот сейчас вот эта труба. Два с половиной метра. Сейчас посмотрим, как она туда войдет. Да, конечно, эта тачка специально, чтобы возить трубы. Пошла? Да. Ну все, нормально. Еще и место осталось. Так, ну что, ребятки, мы в гараже. Выкрыли пару деньков, чтобы еще позаниматься прицепом. Ранее извиняюсь за свой голос. Немного приболелся. Чувствую себя не очень. Но, короче, вариантов нет. Нужно продолжать, потому что времени не так много. Леха расскажет, что мы сейчас будем делать и какой план на эти два дня у нас. Короче, основной масштабный план это сделать подъемный узел. Для этого нужно сначала на нашу основную раму сделать точки крепления для подъемного узла. Это вот эту балку, в которую уже непосредственно будут включать, вставляться болты, чтобы подниматься у нас подъемный узел. Да, болты, кстати, я уже тоже заехал приобрел. Шестнадцатый, мощный. Там еще втулки нужно будет вытащить на токарке для этого узла. Вот. А еще что, Леха, я как понимаю, ну сварочник, понятно, мы тоже уже принесли. Нам нужно будет обварить в любом случае этот каркас. и это второе действие получается, значит, сделать вот этот шарнирный, так скажем, механизм, обварить каркас. И, видимо, вот эта рама вторая, ее нужно будет, как бы, как сказать, срастить. Давайте подытожим. За два дня, значит, первое, как Леха сказал, нам нужно сделать вот этот узел. Второе, нужно к этому узлу запитать вторую часть рамы и удлинить ее, чтобы она пошла вот примерно по вот такому же, как сказать, по такому же формату, как это. И, поскольку мы взяли сварочник у Лени, Лени, кстати, спасибо тебе, респект еще раз за то, что дал попользоваться, нам нужно обварить тот каркас, который мы сделали в прошлый раз. И самое главное, чтобы удлинить вот эту раму, нам нужно сделать здесь силовой стык, потому что это несущая конструкция, и здесь нужно, чтобы все было мощно. пока что не знаем, как это осуществить, но в любом случае это делать придется. Короче, погнали, бро. Мы начинаем. ПО ТВ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пишите в комментах Потому что Наверное много тока или что я не знаю Что надо крутануть на аппарате Чтоб такого не было Короче мы сходили попили чай Согрелись немножко и продолжаем работать Мы сделали Приварили опорную балку В двух местах Теперь будем ставить крепежи Для соединения двух рам Вот так вот весь крепеж выглядит Нам сейчас его надо приварить И после этого мы будем варить Не нам надо, а Степа сейчас приварит А я-то буду Степе помогать Между прочим В общем Степа будет варить Леха будет зачищать И в конце будет красота Короче сейчас провариваю эти косынки И наверное следующим ходом Грамотно будут заварить все вот эти Стыки с этой стороны Потому что раму мы сейчас перевернули И коли уж мы ее перевернули Мы сейчас все проварим Тогда с этой стороны Перевернем на другую И проварим все там Ну что, только что закончили Целиком проварку по периметру И Леха зачистил швы Швы зачищали только вот в этой плоскости Вот эти боковые зачищать не стали Слушайте, ну получилось На самом деле достаточно неплохо Весьма достойно Кое-где у меня даже вот такие шовчики Получились, я думаю сварщики сейчас заценят Поставят лайкосик прямо сейчас Выяснили, что гараж конечно малова для этих целей Потому что, блин, резко Когда начинаем, особенно бываем работать Просто такой смог появляется в гараже Что, ну короче, по лицу Лехе все видно В общем, ребят, продолжаем Идем дальше, переворачиваем, провариваем в ту сторону Так, ну что, вот сижу я смотрю Мы уже сегодня с Лехой часов 6, наверное, здесь в гараже В гараже зависаем И что-то как-то, блин, не особо-то что-то поменялось После того, как мы сюда зашли Ну так, с виду Вроде как будто бы как была рама, так полежала Но суть в чем Что мы сегодня сделали Ладно, перескажу Перед тем, как идти домой отдыхать Короче говоря, мы полностью проварили все швы на раме Зачистили, но зачистили не везде Зачистили только лицевые стороны То есть, это внешняя сторона Там, где будет ее видно Внутренние швы мы, конечно, оставили для прочности Здесь убрали шов только для того Чтобы можно было положить сюда лист Потому что здесь эта верхняя часть Мы по ней будем ходить, катать мотоцикл Естественно, здесь будет лежать какой-то лист Мы, кстати, еще не придумали Если у кого-то есть идея, можете написать коммент Потому что охота сделать что-то прикольное Мы пока еще... Рифлены не прилагаем Ну да, рифленку понятно, что мы понимаем Что можно положить Но может быть есть какие-то варианты по прикольной Дальше приварили, как и хотели Вот эту балку с такими вот серьгами Как их назвать, не знаю Все достаточно мощно проварили Получилось неплохо И получается на завтра у нас остается Сделать вот этот узел Сделать подъемную часть Которая будет поднимать вторую часть рамы Ну и в принципе не знаю На сегодня, наверное, все Пойдем отдыхать Встретимся с вами в новом дне Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok